Всем привет, дорогие лидеры, еще раз, потому что это будет в записи. Сегодня у нас с вами очень интересная тема, это лидерское сопровождение. Как вы будете в итоге сопровождать своих лидеров, вы же должны знать. То есть мы, директора, для вас уже примеры. Я думаю, вам это будет тоже очень полезно. Я вижу, что народу пришло намного больше, чем на прошлый вебинар. Почему-то наш вебинар называют планерками. Я не знаю, почему, откуда это пошло, что планерка. Нет, у нас с вами идет полноценное обучение топ-лидеров. Я делюсь своими наработками с вами, да, то есть более углубленно, более глубоко. И делюсь только с теми, кто на самом деле работает и растет, да, кому мои знания пригодятся. Да, то есть у нас с вами не планерочки, у нас с вами именно полноценные вебинары и полноценное обучение. Итак, давайте с вами дальше. И, конечно же, дорогие топ-лидеры, директора молчат, потому что вы уже директора. Скажите, пожалуйста, мне ответ на такой вопрос. Вы хотите стать директором? Конечно, да? Отлично. Я вебинар веду. Я знаю. Чего это ты? Ага, мой кошелек пригодился. Поздоровайся хоть. Так я помахал лукой. Ага. Вот. Да, то есть, конечно, мы все пришли сюда стать директорами. Но готовы ли мы с вами стать директорами? Кто такой директор? Напишите мне свое мнение. Кто такой директор? Помахал, да? Женя умница. Умница. Организатор. Молодцы. Кто еще? Кто такой директор? Пишите все, что знаете о директоре. Ирина, умница. Молодцы. Молодцы. Прям очень-очень сильные ответы. Очень меня порадовали. Да, и, конечно, дорогие коллеги, чтобы стать директором, самое главное правило – это позитив всегда и во всем. Что бы ни было, мы не ищем с вами повод для нытья. Во всех проблемах ищем что-то хорошее и ищем также для своих новичков. На что бы ваши новички не жаловались, вам нужно обязательно найти в их жалобах что-то хорошее. И это очень-очень важно. Очень обязательно иметь цель для себя и уметь показать цель своим лидерам. Да, то есть, чтобы у вас и у ваших лидеров была цель. И, конечно же, обязательно вера в компанию и в то, что компания действительно платит. Напишите, пожалуйста, каждой своей выплаты. Только подпишите валюту страны, чтобы мы не запутались. За первый каталог, за последний первый каталог минувший. Напишите, пожалуйста, свои выплаты. Это очень важно сейчас для меня. Друг, да, должен понимать и чувствовать своих консультантов. Танюшка, привет! 44 тысячи, 20 тысяч 650. Наташечка. Наташа, кстати, с нами в Казань поедет. Очень рада. Наташа заняла четвертое место по росту среди Нижегородского региона, среди открытых директоров. Хочется еще раз Наташу выделить. Умница, красавица. 9700. Да, ну, Танюшка, толстеть тебе надо. В смысле, не попой, а структурой. Не то сказала. Да, ну вот, да, Витя, да, ваши выплаты. Молодец, я вижу, что ты толстеешь, я вижу, что ты хорошо отстраиваешься, я вижу, что ты уловила фишечку и пошла. Да, я увидела, что ты научилась запускать веточку и включать ее в работу. Это самое классное. Тьфу-тьфу. Да, ну вот, смотрите, дорогие коллеги, наши выплаты, да. Как вы видите, компания действительно платит, кто как работает, да. А что еще самое главное, что я не добавила, да. То есть, что такое позитив всегда. Очень много лидеров пишут. Ко мне пришел человек и перестал работать. Так вот, это не ваши проблемы, это его проблемы, да. Все были на вебинаре «Мои новичков», для новичков, да, с чего начинается наша работа. Хоть один раз были, да, у меня там есть слайд. И в этом слайде написано, что если вы все для своих лидеров сделали, что нужно, да, и созвонились, и добравили в группы, и рассылаете письма им через сообщество, рассылаете через почту, вы все для них делаете, да. Вы их вводите на вебинары, зовете на вебинары, вы их подписали на рассылку для зарегистрированных, простите. И лидеры все равно у вас не работают, так вот это лидеры, которые не лидеры, да. И нам просто нужно с вами искать своих звездочек, своих бриллиантиков, да. Вот. И, конечно, вот самое страшное, это когда человек не может стать директором из-за того, что у него чувство вины очень сильное, или он, может быть, ему кажется, что он медленнее растет, чем другие. Так вот, вы имеете право расти так, как вам удобно. Вы должны это понимать, да, вы должны это понимать. Вы растете так, как удобно вам, так, как вам комфортно, да. У каждого свое время на работу, своя способность к обучению и так далее, да. Вот. У каждого могут быть какие-то проблемы. Так, Татьяна Распупова, так ты у нас, Рубинчик. Ага, Ирина Николаевна, директор Николаева. Я смотрю, кто без фамилии наставника вошел. А то еще сегодня девушка зашла, была. Вот. Значит, что еще хочется сказать? Никогда не имейте чувство вины за то, что кто-то растет быстрее, а вы, допустим, растете медленнее. Вы растете так, как вам надо расти, да. Никогда не переживайте из-за того, что ветка наставника вас перегнала, да. Мне очень много сейчас личку пишут. Аня, да, то есть вот прям прямым текстом. Я сейчас цитирую. Какого черта ты под меня столько настроила? Вот, да, вот. И вы знаете, вот прямо вот, ну, я не виновата, что ко мне приходят на самом деле хорошие лидеры, которые на самом деле быстро растут, да. Вот. И, конечно, люди, которые только начали вникать во что-то, уже становятся директорами, да. И когда вот мне вот такое написали в личку, что какого черта ты под меня столько настроила? Кстати, Валентина, это мне написал человек над тобою, Валентина Щенникова. Хорошо, что ты на вебинаре, я тебя посмешу. Да, я говорю, да. То есть вот, да, радоваться надо, но не все понимают, да. Не все понимают, что строит 2000 баллов Бог. Мы с вами на самом деле будем получать очень такой шикарный бонус директорский, да. Вот. Ну, Танюш, не все так думают, к сожалению. И настроила ты не я же под тобой. Это Света под тобой, лидер хороший, она настроила. Так ведь не я. У меня там одна только веточка идет, где Олеся Бойтенко и все остальные. Так ведь, в основном-то ведь эта веточка не мною уже выстроена. Это лидер, который хочет расти, работать, зарабатывать, да. То есть это лидер, который очень много вкладывает времени. Да. Нет, она сама ко мне пришла, Танюша. Да, она пришла ко мне с помощью бренда с Ютуба. Да, с Ютуба. Вот, дорогие директора, дорогие топ-лидеры, вам совет. Снимайте каждый каталог видео. Сколько к вам людей пришло, на каком вы процентном уровне. Если у вас ширина маленькая, выплаты не очень, можете про выплаты не говорить. Но самое главное, скажите, приток новичков и так далее. Да, Валентина, ты тоже пришла с Ютуба, я помню. Да, вот смотрите, вам пример, вам пример. И что нужно делать, чтобы выйти на авторекрутинг и всю жизнь не рекрутировать, да. Ну, это мы с вами поговорим позже. Я вам тоже могу это все рассказать. Добавим с вами вебинар отдельный для топ-лидеров. Очень хороший вебинар ведет личный бренд, ой, забыла, как Олеся Владимирова, по-моему. Мне очень нравится, как она ведет. И, конечно, я могу еще кое-что свое добавить внутреннее, да. Вот, значит, вы должны иметь цель, да. Если вы директор, то ваши новички тоже должны иметь цель директор, да. Потому что, когда мы открываем директорство, мы хорошо с вами зарабатываем, да. 20-30 тысяч, это уже хорошо. Но люди под вами не видят таких больших денег. Они будут получать копейки, пока не станут директорами. Так ведь? Мы с вами должны понимать, что наша цель – это, как минимум, драгоценный директор, да. Чтобы наши люди с вами тоже становились директорами, получали признание на сцене, чеки и так далее, да. Вот. Далее, значит, вера в компании, в то, что компания действительно платит. Мы с вами это обсудили. Я думаю, каждому нравится, да. И скажите мне сейчас еще, кто такой директор. Назовите мне товарооборот директора. Хочется узнать, знаете ли вы. Директора молчим. Я работаю с топ-лидерами. Да, назовите мне товарооборот директора. 3 тысячи, 3 тысячи, да, 3 тысячи баллов. Значит, директор – это или 30 человек в вашей структуре вип-консультантов, да, то есть 100 на 30, да, 3 тысячи, да, то есть всего лишь 30 вип-консультантов в вашей структуре. Это сложно? Я считаю, что это несложно. Я всегда считала это легко. Кто-то мне сейчас говорит, что вам легко говорить. Так вот, я об этом говорила и на 6%, и на 12%. Я всегда говорила, что рост – это легко, самое главное – постоянство, да. 3 тысячи баллов – это 60 человек по 50 баллов, да. Это, получается, 120 человек, да, по 25 баллов. То есть это не так и много. То есть мы с вами просто ищем активных людей, свою структуру. Но, конечно, нужно немножко видеть путь видения. Скажите, дорогие топ-лидеры, осознаете ли вы серьезность бизнеса? Верите ли вы в то, что вы вырастите, откроете директора, что это все надежно, легально, стабильно, что у вас будет идти стаж, и что вы можете уволиться с работы по найму, понимая, что это все серьезно. Да, мне вот очень важно сейчас понимать, что вот верите ли вы в это. Ну, Катюш, ты уже все, ты открылась. У тебя уже идет стаж, да, Катюша у нас директор. Вот, хотя мы приезжали в Беларусь, хочется верить. Да, Жень, какие сомнения есть? Напиши, пожалуйста, сомнения. В себе сомневаешься или в компании? В себе, да? Ну, в себе это можно убрать. Главное, чтобы в компании не сомневалась. Главное, чтобы ты передавала уверенность в компании своим людям, которые к тебе придут. Да, очень хорошо, очень хорошо. Вот, конечно, мы с вами должны понимать, что у нас с вами идет на самом деле такой усиленный интеллектуальный труд, что у нас с вами все время крутятся, да, шестереночки, мы все время что-то выдумываем, что-то нам нужно ответить, что кого-то нам нужно замотивировать, разобраться в проблемах, кого-то помирить, быть выше ссор самим, да, то есть не устраивать там ни склоки, ничего, мы все это с вами понимаем, что директор – это сильный лидер, который уже менее подвержен приступами. Буду работать, не буду работать, хочу, не хочу, получится, не получится, да, то есть директор, он в себе уже уверен, потому что он каждые три недели зарабатывает намного больше, чем бы он мог зарабатывать на работе по найму. Так ведь? Вот это нам нужно обязательно передавать своим людям, вот это вот именно знание, да, вот, директором однозначно все станут, да, однозначно все станут, кто работает, не может быть. Исход, как даже сказать-то, итог неизбежен, или вы работаете, или нет. Если вы работаете постоянно, вы не можете не стать директором, да, просто это зависит от того, сколько у вас есть времени на работу, и как вы преподносите информацию, как вы заботитесь о своих лидерах, да, то есть вот сегодня у нас как раз вот такая вот тема, да. Я думаю, дорогие коллеги, вы все понимаете, поставьте плюсики, минусики, что компания на самом деле очень хорошо оплачивает нашу работу, потому что интеллектуальный труд, он всегда ценился и всегда хорошо оплачивался. Именно интеллектуальный труд, физический труд всегда оплачивается дешевле, да. Вот смотрите, я тут сидела в очередь с ребенком на больницу, да, на прививку. Мы сидим, и значит, там техничка, да, техничка, уборщица, она помыла там, помыла тут, прибежала, помыла там. Она весь день бегает с этим железным ведром, она весь день бегает с этой тряпкой, весь день гнет спину, и сколько она зарабатывает, да. Мы же с вами сидим, тыкаем кнопочки, и уже большинство присутствующих в этом чате зарабатывают больше ее, да. Но у нас с вами интеллектуальный труд, очень-очень такой, да, то есть нам нужно с вами много чему научиться и так далее, и у нас с вами все время, да, мозги кипят. Немножечко так, да, все время, да, то есть у нас нету такого, чтобы промыть каждый угол и дальше пошли, да. У нас нету такой работы, как у грузчика там мешки таскать, да, но опять-таки, вот, то есть компания хорошо оплачивает нашу работу, потому что мы с помощью своего ума создаем товарооборот. Молоко за вредность. Нам надо уже, Тань, омегу за вредность выдавать, да, чтобы мозги лучше циркулировали именно омегу, да, чтобы мы были более стрессоустойчивыми. Каждому директору Фаберлик бесплатно по пачке омеги в каталог. Да, и ньютоник, кстати, да, я его заказала, выпила вот три штучки всего лишь, еще пока не знаю, ньютоник, да, вещь не знаю, еще пока не испытала эффект, артикул 15342, штука на самом деле классная, да, Катюш, советуешь? Хорошо. Давайте с вами посчитаем, сколько же будет зарабатывать директор, сколько он зарабатывает. Мы же с вами хотим знать, да, будем считать. Я могу пропустить этот слайд, если вы умеете. Напишите. Да, нужно искать себе подобных, да, Валентина, это очень правильно, очень правильно, то, что мы иногда, меня малая его обожает, моя выплевывает кисло. Дорогие коллеги, будем считать или не будем? Ответьте мне на вопрос, или у меня задержка. Будем, да, давайте посмотрим, сколько в этом случае лидер будет получать выплату, да, напишите мне формулу, лидер, ну, давайте возьмем пример, он сделал 50 баллов. Давайте с вами посмотрим, это у нас тут идет и до директорский, и после директорский маркетинг план в перемешку, но топ лидером это нужно обязательно знать. Да, у кого, у кого хорошее знание маркетинг плана, да, то есть, смотрите, 3000 баллов это кто? Это директор, да, под ним тоже 3000 баллов, это директор, у них одна веточка. Олечка, привет! Да, то есть, вот сейчас, вот эти вот, за эти 50 баллов лидер и будет получать свои выплаты. Так ведь, поняли? Поставьте плюсики-минусики. Вот почему у кого-то зарплата больше, у кого-то меньше. Глубина это наша стабильность, ширина это наши деньги, наши выплаты. Да, вот. Давайте сейчас возьмем вот эту вот картину, да, вот эту вот картину. Лидер, давайте тоже возьмем пример, что он делает 50 баллов. 50 умножаем на 60, умножаем на 0,23. Получается 690 рублей. Ну, это я наизусть уже знаю, да. И лидер, с этой веточки лидер получает деньги? Плюс-минус получает? Нет. Нет. А с этой? Да. Получает, да. То есть, у нас с вами получается, что лидер получает 690 рублей за свой 50 балловый заказ и 500 баллов мы умножаем на 60 рублей. И вот тут вот, если этот 500-бальник сделал 50 баллов, то идет маркетинговая разница, да. 23 минус 6 процентов. И вот то мы умножаем, да. Сосчитайте мне, пожалуйста, сколько получает лидер. Напишите, пожалуйста, мне сумму. А я напишу себе. Потому что мне сейчас вам очень важно передать ваш путь, чтобы вы знали, куда вы идете, чтобы вы могли в своей структуре посмотреть, все ли у вас хорошо, все ли у вас правильно. Значит, 690 рублей он получает за свой заказ. Далее, значит, он на 23 процентах. Нижний делает 500 баллов, да. Он на 6 процентов, да. На 6 процентов. Значит, 23 минус 6, да, маркетинговая разница, если нижний забирает деньги. Получается 17. Он получает по 17 процентам. Всем все понятно, да? Немножечко с вами чуть-чуть посчитаем. Он по 17 процентам, это значит, мы 500 баллов умножаем на 60 рублей, это балл на выплату в России, и умножаем на 17 процентов, на 0,17. Да, лидер получает 5100. 5100 плюс 690. Поняли, откуда эти денежки? Никто ничего не пишет. 5 790 человек получит. Поняли, откуда эта зарплата? Да, мало. А он директор на 23 процентов. Очень мало отклика. Не поняли, да? То есть, смотрите, чтобы получать деньги с директорской веточки под собой, у вас должно быть минимально 2000 баллов в бок. Минимально. Калькулятор куда-то пропал, да? Минимально, да? То есть, смотрите, это выплаты директора. В этом случае директор получает 690 рублей, да? Пусть криво, но вы поймете, да? 690. В этом случае 5 790, да? Уже есть разница. Есть у лидера своя веточка или нет у лидера... Что-то у меня в глаз попало. У лидера своей веточки, да? Давайте сейчас с вами вот это дело все посчитаем. Тут, конечно, уже послаще, получше. Кто это у нас? Кого я обвела? Кто это? Старший директор. Молодцы, да? То есть, старший директор тут получается ровно 5000 баллов. Давайте посчитаем. А он получается с этой веточки? Да. А с этой? Да. А с этой? Молодцы. Молодцы. Тут у нас еще есть... Да, он со всех получает, но тут есть еще правило минимально гарантированной выплаты, да? Мы все с вами должны про него тоже знать и понимать, что если у нас нет 3000 баллов в бок на уровне старшего или директора, то мы отдаем вышестоящему директору выплаты. То есть, тут мы отдаем за 1000 баллов вышестоящему директору. Потому что вышестоящему директору, так как мы не отстроились, не с чего получать деньги. Это вы понимаете? Да, что за 1000 баллов мы отдаем вверх. Да, ну мы отдаем чуть-чуть. Мы отдаем чуть-чуть, тут совсем немножечко, да? Смотрите, что у нас получается. Давайте возьмем в пример, что лидер опять-таки делает 50 баллов, да? То есть, он получает 690 рублей за свой заказ. Потом у него идет личная группа 500 баллов и 1500 баллов, да? Давайте возьмем в пример, что они оба делают по 50 баллов, да? То есть, с первой ветки мы получаем по 17 процентам, да? 23 минус 6 процентов равно 17. Со второй ветки мы будем получать 23, 23 процента минус 1500, это кто? Какой директор? 15 процентов, вице-директор. Да? 23, значит мы вычитаем 15 процентов, так ведь? Значит, с первой ветки человек будет получать 5100, мы с вами считали, да? В случае в этом вот. Со второй ветки у нас с вами уже получается маркетинговая разница 23 минус 15 процентов, да? Мы, у нас получается по 8, по 8 процентам. Да, ну молодцы, молодцы, хорошо, молодцы, все понимаете, очень здорово, очень классно. Да, давайте, называйте тогда сумму, я вас сразу проверю. Да, все-таки мы с вами должны немножечко знать, куда мы идем, как мы строим ветку и как нам выгоднее, да? Должны понимать, как нам выгоднее. Потом я вам покажу выплаты бриллианта, посчитаем с вами выплаты бриллиантового директора. Я думаю, будет намного интереснее считать более крупные выплаты. Не поняли, да, как считать? Да, со второй 8 процентов. То есть мы полторы тысячи баллов умножаем на 60 рублей, это балл моей выплаты, да? И умножаем на 0, 0, 8. У нас получается 7, 200. Да, 7, 200. С верхней веточки у нас с вами получается от 500 баллов у нас с вами... Ничего-ничего, Катюш, бывает. У нас с вами что получается? 5, 100, да? 5, 100 мы с вами считали. Да, 5, 100 до 7, 200. Вот такая вот выплата, да, получается с личной группы. С группы директора у нас с вами идет уже по 5 бонусам. То есть 9,000, да? 3,000 баллов мы умножаем на 60, умножаем на 0, 0, 5. Да, что у нас с вами получается? И от 1000 баллов мы отдаем выплату. То есть мы сначала с вами считаем выплату, потом высчитываем 1000 баллов и вычитаем. Да, поняли? Это минимально гарантированная выплата, если у вас нету 3000 баллов в бок. То есть за 500 баллов лидер получает 5100, за 1500 баллов, за 1500 баллов лидер получает 7200, за 3000 баллов лидер получает 9000 рублей, да? За свой заказ лидер получает 690 рублей, а 1000 баллов мы сейчас с вами высчитаем. 1000 мы умножаем на 60 и умножаем на 0, 0, 5. Получается, 3000 лидер отдает минус 3000 рублей вышестоящему наставнику. То есть это на 5% умножается, не на 12, не на сколько, а именно 1000 по 5%. Это правило минимально гарантированной выплаты, если у вас нету в бок, да? Вот, давайте сейчас посчитаем. 5100, так, я уже открыла калькулятор давным-давно. 5100 плюс 7200 плюс 9000 плюс 690 рублей, это свой заказ, и минус 3000. 18990. Тут уже зарплата, я думаю, лучше, да? Давайте напишем 19000. Все поняли? Что надо было отдавать, не поняла. У нас есть с вами такое правило, Машенька, да? То есть мы стали директором, и если под нами директор, то полноценный отрыв в бок, это 3000 баллов идет. Если у нас не 3, а 2, за 1000 мы отдаем вверх. То есть у нас получается, мы получаем 5% бонус, но за 1000 мы компенсируем своему директору вверх, потому что директор недополучил, потому что у нас нет полноценного отрыва. 3000 рублей, я сказала, а отрыв 2000 тут. Да, 3000 в ширину надо. Если нет, ничего страшного. Я думаю, от 3000 рублей никто не обеднеет, если потеряет их, да? Но самое главное, минимально, чтобы получать 5% бонус с директорской ветки под собой, у вас должно быть 2000 баллов в бок. И обратите внимание сейчас на то, что если бы у вас было 3 ветки по 500 баллов, вы бы получили намного больше денег, чем вот при таком построении, что одна веточка 1500 баллов, а вторая веточка 500 баллов, да? Вы понимаете, глубина, стабильность, ширина выплаты, да? То есть, вот судите сами. Если у вас есть сил, вы можете, если вы научитесь, да, идти по приоритету, одна регистрация в день, то у вас получатся очень красивые выплаты, шикарные выплаты, да? И никто в обиде не будет, никто не будет медленно расти. Если вы научитесь сами рекрутировать, вы сможете научить рекрутировать свою глубину. И тогда у вас будет шикарное, быстрое построение. Катя, вот, молодец, да? И давайте с вами посчитаем сейчас вот эту вот красоту. Что это такое? Что это за уровень? 4000 баллов. Кто это? Директор. Молодцы, молодцы. Директор. Да, простой директор, да? Смотрите, у этого простого директора, да? То есть, сейчас посчитаем выплаты. И у этого директора я специально сделала все одинаково, чтобы было легче умножать, да? Как мы высчитываем? Напишите мне формулу. Напишите мне формулу, как мы высчитываем. Если лидер на 12%, да? Вот этот лидер на 12%, этот 100% на 23%, да? То есть, Машенька, нет, смотри, тут есть маркетинговая разница. Вот если эти все лидеры сделали по 50 баллов, они свои выплаты забрали. И мы получаем маркетинговую разницу. Да? Какую маркетинговую разницу? То есть, 23%, мы вычитаем 12% и с каждой веточки мы получаем по 11%. Катюша, спасибо. Да? Получаем по 11%. И вот эти 1000 баллов, сейчас я сосчитаю на калькуляторе, вот эту 1000 баллов мы умножаем. Мы умножаем на 60 рублей и умножаем на 0,11. У нас с вами получается 6600. 6600 мы с вами умножаем на 4, получаем 26400. 26400 рублей. Не забываем, что Ваш лидер сделал еще и заказ. Ну, вот лидер, да, которого мы считаем, сделал заказ минимум 50 баллов. Это плюс 690 рублей. И он получает 27090 рублей. Да? Смотрите, вверху товара оборот больше, но зарабатывает лидер меньше. Вот почему я Вас сейчас учу считать вот эти вот фишечки, все маркетинг планы. Вот почему кто-то выше, но получает меньше, а кто-то меньше, но получает больше. Поняли, к чему я Вас веду? Чтобы Вы это все понимали, как лидеры, чтобы Вам было удобно. Удобно расти и удобно работать. То есть 27900 рублей. Давайте я подпишу. 27000. Так, сколько там забыла? 90 рублей. Давайте просто 27000 оставим. Очень тяжело тут писать. Да, 27000. Полезная информация, дорогие коллеги, для Вас? А то скажут, позвала на лидерское сопровождение и заставила считать. А если мы считать не умеем, как же мы будем своих лидеров сопровождать? Вот тут в чем дело, да? Видите, разное построение, разные зарплаты. За что-то Вы получаете деньги, за что-то не получаете деньги. Помните, был скандал? Я очень хорошо этот скандал помню. Девушка, по-моему, со структурой Снежаны Лоскутовой кричала, что ей не доплатили 300 тысяч. Так вот, под ней была огромная структура. Она была над Снежаной, а Снежана взяла быстрый старт, сейчас открыла Рубинова директора. Да, у Снежаны все хорошо по построению, а эта девушка была просто 23% лидером. И она, давай считать все эти 0,5%, 1%, все давай считать в глубину. Если считала, сколько ей не доплатили. Да, 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 Женя. Да, вот как раз таки вот этот случай вот этой вот девушки. Вот он, да, я его сейчас трижды обведу, чтобы Вы видели, да, вот этот случай как раз был. Когда девушка прям локти кусает, а достать не может, понимаете? Ей хочется, надо работать, а не хочется работать, да, а денег надо. Поняли? Откуда был вот этот вот самый скандал? Она у нас всех новичков переворошила, которые не понимают маркетинг-план. Да, мы сидели с утра до ночи, звонили каждому практически новичку и считали с ним отдельно этот маркетинг-план. Да, но я не могла сказать, что вот провести всеобщий вебинар и называть имена людей, да, имена, фамилии людей. Не имею права. А сейчас вот вам, конечно, на закрытом вебинаре, только для работающих топ-лидеров, я вам рассказываю данную ситуацию. Вот, да, компания не платит. Компания платит только тем, кто работает. Да, компания ей не заплатила. А за что ей платить? За то, что она сидела-сидела, сидела-сидела, бац, под ней появилось, да, один директор, другой директор, третий директор, да, а потом вообще восемь директоров. Она все считает, сколько ей не доплатили. Все складывает куда-то там. Файлики, наверное, да. А смысл считать то, что ты не заработала. Смысла нет. Нужно вкладывать труды. И давайте посчитаем последнее. Самое классное построение. Самое шикарное построение. Кто это у нас? Последнее, что я обвела. Кто это? Старший. Старший. Здорово. Здорово. Да, все, молодцы, да. Старший директор. То есть у нас с вами получается по 11% зарплата, да. Считаем с вами минимум с маркетинговой разницей. Мы же лидеры на 12%, но я не поверю, что они свои выплаты не забирают. Мои все забирают. Даже 2000, да, если у них бок мало, одна ветка, и то они забирают свои 2000 рублей, потому что заказ делать реально намного выгоднее. Это уже прибыль в дом идет. Так ведь? Вот. Что мы с вами сейчас тут посмотрим? По 11%, да. Поняли, откуда 11%? Да. 23 минус 12 получается 11. Да, поставьте плюсики. А то я так скачу. Мне кажется, так просто. Поняли, да? По 11. Значит, с одной веточки, девочки, напомните, сколько было. Я не записала. Давайте сосчитаем заново. Так, значит, 1000 умножаем на 60 и умножаем на 0,11. Так, 1000 умножаем на 60 и умножаем на 0,11. 6,600 было. Да, да, 6,600. Так, 6,600. И вот 6,600, да, мы умножаем на, так, на 5. На 5 равно 33 тысячи рублей. 33 тысячи рублей плюс свой заказ 690 рублей. 33 тысячи 690 рублей. Шикарная зарплата. Тоже 5000 баллов. Тоже 5000 баллов. Да, вот давайте сравним вот эту зарплату и вот эту. Вот я вам, видите, нарисовала стрелочку. Сейчас сделаю жирнее. Там 5000 и тут 5000. Нравится? Ну, потому что 50 мы умножаем на 60 и умножаем на 0,23. 50 баллов личных. Мы умножаем на 60 и умножаем на 0,23. 690 рублей. Очень. Минутку, дорогие коллеги, минутку, кто-то звонит, я открою двери и прибегу к вам. Сейчас мы с вами понимаем, сейчас мы с вами понимаем, что мы с вами можем зарабатывать на старшем директоре абсолютно разные деньги. Да, и когда вам один человек говорит, что я на старшем директоре, да, к примеру, зарабатываю там 10 тысяч, там 15, 20 тысяч, да, а другой говорит, я вам зарабатываю, я зарабатываю на старшем директоре 40, 50, 30, так вот это все может быть правдой. Да? Это все может быть правдой. Вот, сейчас, я думаю, вам будет понятнее, да, поехалите с вами дальше. То есть мы с вами увидели путь, куда мы идем, как мы строимся, потом мы с вами, да, все индивидуально зависит именно от построения, именно от того, что, как вы будете строить, да. И, дорогие коллеги, отпишитесь, пожалуйста, кто сейчас работает по найму, да, и нравится ли вам там, конечно же, работать, потому что мне вот этот вопрос очень сильно, да, потому что хватает ли вам денег, достал ли вас начальник, почему вы тут сюда пришли, по каким причинам? Наверное, потому что вам не нравится быть, не нравится быть подчиненным, а нравится быть бизнес-партнером, да, все мы с вами знаем, что у нас нет начальника, понедельника, будильника, это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, это хорошо, да, вот. И, конечно, вот тут самое важное понимать, меня бесит эта работа, пока терплю. Тань, работа продавца, у тебя, по-моему, продавец, да, я тебя прекрасно понимаю, 10 лет в торговле, чуть с ума не сошла. Да, по договору работаю, отлично, я пока в декрете, Наташ, очень хорошо, и не выходи. Я не вышла, но меня сократили, конечно, в связи с ликвидацией фирмы, а если бы я тут не стала директором, мне бы пришлось идти искать где-то новую работу, да, и я в декрете, да, замечательно. Сколько вам платят, дорогие мамочки, в декрете? Отпишитесь, пожалуйста. О, Катюшка на пенсии у нас. О, 800, 9, 100. О, прибавили даже. Я на официальном уровне. Угу. 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 5, 800, 6, 600. Ну, да, маловато, конечно, но ничего, вырастим, да, все у нас с вами получится. Главное, чтобы мы с вами видели путь, куда мы идем, и не сворачивали. Не сворачивали, да. Свернем с вами на бриллиантике, да, в какую-нибудь Доминикану, Шри-Ланку. Что там будет? Туда будем сворачивать всей толпой нашей дружной, да. Хотите стать бриллиантовым директором? Потому что уровень директора, как бы он ни был крут, но ваши лидеры будут мало зарабатывать. Да, я думаю, нам с вами надо метиться на бриллиантового директора. Почему? С вами, вот именно вам, 12-процентным лидерам уже, да, сколько он зарабатывает. Будем учиться считать самый минимум? Да, полноценный минимум и неполноценный минимум. Будем считать различия? Будем, да? Будем. Очень рада, да. Смотрите, это бриллиантовый директор с тремя тысячами баллов бок. То есть, по правилам минимальной гарантированной выплаты мы ничего вверх не отдаем, да. Это полноценное построение бриллиантового директора. Обратите внимание, тут 100 баллов, да, потому что, чтобы ездить за счет компаний в другие страны, надо делать 100 баллов. Чтобы получать бонус развития, надо делать 100 баллов. Чтобы получать бонус стабильности, надо делать 100 баллов, да. То есть, все отталкивается от 100 баллов, если вы желаете зарабатывать больше, да. Бонус стабильности, он небольшой, 22 тысячи, 44 тысячи в год. Получается, да, на уровне, до уровня рубина он платится, потом 44 тысячи на всех уровнях остается, да. А вот бонус, как это его, бонус развития, вот он очень шикарен. Он на самом деле очень-очень шикарен, да. И, конечно же, о, Катюшка, молодец, сообразила, 1380 за свой заказ, да. Катюша уже считает, 1380 за свой заказ, 6600 у нас с вами получается за 12% веточки, да, 23 минус 11, 6600 получается мы умножаем на 3, и по 9 тысяч с ветки, по 9 тысяч с каждой ветки, да, мы зарабатываем. 9 тысяч умножаем на 1, 2, 3, 4, 5. 9 тысяч умножаем на 5 директорских веток. И если у вас на самом деле будет 5 директорских веток, то шестая точно будет уже старшим директором. Никто вам в директорах простых сидеть не захочет. Из 5 тысяч баллов мы зарабатываем уже 15 тысяч рублей, да, 3 тысячи баллов мы умножаем на 60, да, и умножаем, ой, 5 тысяч баллов умножаем на 60 и умножаем на 0, 0, 5. Поняли, да, откуда я взяла 15 тысяч, да, и 15 тысяч. Что у нас с вами получается? Давайте будем считать. Это такой минимум, минимум, полноценный минимум, да, давайте его так назовем. Значит, 1380 за свой заказ, 1380, плюс 3 выплаты за 3,12% веточки, это 6,600. Так, плюс 9 тысяч на 5, да. Так, не туда нажала, ладно, 9 тысяч умножаем на 5, плюс 15 тысяч рублей за одну веточку, и у нас там было 21,180 за 3,12% веточки и за свой заказ, да. Вот, получается 81,180 рублей. А почему 8, почему-то у меня 81 получилось. Так, давайте, 15 тысяч плюс, так, давайте все на калькуляторе. 9 тысяч, я умножаю на 5, это 45, да. А я уже засомневалась, плюс 15 тысяч, да, так, плюс 15 тысяч, да, плюс 6,603 раза. Ну, да, получается, да, ошиблась, Катюш. Ну, в общем, да, смотрите, это выплаты директора, да. Ну, конечно, у вас не все, не все будут люди, а будут на 3 тысяч баллах постоянно. Вы должны понимать, что они у вас будут расти, они у вас будут развиваться, у них будут открываться директора, да. И вы с глубины будете получать как раз сначала 0,5, да, потом 1%, потом, да, и так далее. 81,180, да, Катюш, я посчитала, да, все верно. Вот, и что хочется сказать, вот при таком развитии, да, на уровне бриллиантов директора, мы с вами посмотрим мои выплаты. Я их забыла. Давайте посмотрим именно мои выплаты. Так, ой, не туда залезла. Так, бриллиант, бриллиант. Так, бриллиант у меня было 123 825 рублей. Видите, да, вот открытый бриллиант. Сейчас я вам нарисую, если плохо видно. Да, вот, я смотрю. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот первая выплата за бриллианта. Тут, да, с подтверждением. Вот тоже бриллиант сколько, да, 138. Тут с подтверждением чек был за рубина, да, тут приплюсовался, да, смотрите. Видите, далее, значит, что у нас идет, вот, да, вот, бриллиантовый, последняя выплата, 184. Да, вот, у меня получается больше, потому что, если у вас веточка выросла на директорство, она не будет стоять все время на 3000 баллах, вы не будете все время с нее получать 9000 рублей. Это просто нереально, да, у меня сейчас веточки реально есть, у которых по 30 тысяч баллов, по 20 тысяч баллов, понимаете, они есть. Эти веточки, они все время растут. Тот, кто научился расти, он будет расти, расти, расти. Глубину у вас там уже будет директор на директоре в этой ветке, да, понимаете, что не может быть на уровне бриллианта вот так мало, какой мы с вами строгий минимум посчитали. У меня так не получилось, у меня получилось, вот, как вы видите, намного больше, да. Мы с вами насчитали, напомните, сумму 80, так, 81, 180, да, мы с вами насчитали, а у меня вот минимально получилось 123,825. Вот мы открыли бриллианта, да, 123,825 плюс премии, да, то за золото, то за серебро, то за рубина, да, плюс премии начинает падать. Плюс бонус стабильности, да, вот смотрите, бонус стабильности, вот он, 5500, 3443, 15000, 9600, 11000, это бонус стабильности. Его начисляют за то, что мы держимся в уровне и не падаем. Да, расти для бонуса стабильности не обязательно. Бонус развития, так, ой-ой, а вот, один раз в год бонус развития платится, да, я получила 141 тысячу рублей, это бонус развития. Скажите, дорогие коллеги, видно вам? То есть, смотрите, мы с вами считаем самый голый минимальный минимум, но этот минимальный минимум, да, это ваши люди, которые на месте стоять не будут и вас не будет так мало. Да, вас не будет так мало никогда, потому что никто не выдержит там по 2-3 года сидеть на директорстве и только на директорстве, да. Теперь давайте с вами дальше посчитаем, что у нас с вами получается. Это совсем минимально, да, то есть, когда мы вверх отдаем, да, за 3 тысячи баллов, да, вот, смотрите, да, я тут посчитала, когда нужна только тысяча отрыва, да, с уровня серебряного директора нам надо минимально полторы тысячи в бок, да, с уровня золотого директора нам надо минимально тысячу баллов в бок и все, дальнейшие будут тысячу, да, если у нас с вами 1100 и нету 3000, да, то мы с вами 3000 баллов, которые нам нужны, вычитаем 1100 баллов и отдаем за 1900, да, то есть 1900 умножаем на 60 и умножаем на 005, да, то есть, ну, вообще копейки, да, копейки по сравнению, да, с этих веточек мы с вами будем получать по 6000 рублей, да, 6000 рублей или посчитайте валюту своей страны. Значит, у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, вот этот вот минимум. Скажите мне, пожалуйста, сколько вы будете зарабатывать на уровне бриллиантов на самом строгом минимуме, прям минимальный минимум, да, меньше которого уже на уровне бриллианта точно нет. Не умеете считать, да, не получается, непонятно, или считаете. Свой заказ посчитали? Один только человек смог посчитать. Давайте, считайте, считайте. Считайте, считайте. Никто не может посчитать, да? Ёчки, если вам непонятно, вы скажите, что непонятно, я вам объясню тогда. И мы с вами поедем дальше. У нас еще тема на полчаса. Меня слышно? Поясните еще раз. Отлично, смотрите. С этих веточек мы с вами получаем по 5%, да, по 5% мы с вами получаем по этим веточкам, да, это 5% бонус, директорский бонус. С этой веточки мы с вами получаем маркетинговую разницу, да, маркетинговая, ой, скинулась, минуточку. Так, вот это 5%, да, 5% с каждой веточки. Это получается у нас 6600, ой, извините, не 6600, а 9000, да? Да, 6 директоров, то есть 9000 у нас с вами получается, мы умножаем на 5, ой, на 6, 6 директорских веток, да? Это строгий минимум. Да, 9000 на 6 мы с вами умножаем. Потом, значит, тут мы считаем с вами разницу, да, маркетинговую разницу и получается по 11%, да, по 11%. Да, 54 тысячи из директоров, молодцы. Да, 54 тысячи из директоров. Да, плюс мы с вами получаем 1440, за что? За заказ 120, ой, за заказ 100 баллов, простите, да? Далее, значит, у нас с вами идет дальше что? Мы 23, вычитаем 12, получаем 11, да, с веточки, которая 1100 баллов, да? И мы с вами 1100 умножаем на 60 баллов и умножаем на маркетинговую разницу. У нас с вами получается 7,260. Умнички, да, Катюша, 7,260. Дальше, все это мы с вами прибавляем, все это мы с вами прибавляем, то есть 7,260 плюс 1440 и плюс 54 тысячи рублей. Получаем 62 тысячи 700 рублей. 62 тысячи 700 рублей. Минимально гарантированная выплата говорит о том, что этот бриллиант не достроил 1900, и за 1900 он компенсирует. Поняли? Значит, 1900, да, мы умножаем на рубли, ну, на выплату вашей страны и умножаем на 0,05. И мы из 1900 отдаем 5,700 вверх. Ой, подождите. А, ну да. Да, отдаем 5,700 вверх. Да, вверх, вверх, вверх. И 6,270 минус 5,700. Я сама-то что-то запуталась, вы мне тут разных цифр понаписали, а я, как обычно, не считаю заранее, я считаю вместе с вами, да, получается 62,700, мы с вами вычитаем то, что мы компенсируем вверх. Да, и у нас с вами получается 57 тысяч на руки. Да. Молодцы, молодцы, да, 57 тысяч на руки. Теперь понятно, дорогие коллеги? Поставьте мне хотя бы три плюсика, что понятно. Кому понятно, кому нет, поставьте по-честному. Пожалуйста, если хотите, мы с вами в следующем, а посидим подольше. Плюс-минус? Это как? Более-менее, да? Женя, Катя, более-менее, что ли? Да, ну мы с вами первый раз так глубоко залезли, да, первый раз, и первый раз вы это слышите на интернет-проекте Фабролик Онлайн, никто это не рассказывал, вот так подробно с рисунками, с примерами, я понимаю. Всегда на любом уровне 3000 баллов мы должны иметь, да? Но, допустим, если ты партнер, да, у тебя 24 ветки по 3000 баллов или больше, да, и у тебя нет 3000 баллов в бок, то ты же все равно отдаешь-то вообще копейки считать, да? Ты отдаешь там 6000 рублей наверх, а там сотни тысяч, они будут твои, да? Ну все, дорогие коллеги, сейчас мы с вами видим путь видения бриллиантового директора, мы с вами видим путь видения до директора, да? В каких случаях директор много зарабатывает, в каких случаях директор может мало зарабатывать, да? Вот обязательно мне хотелось с вами вот это все обсудить. Скажите, полезная тема, не полезная тема, понравились вам выплаты, не понравились вам выплаты, у нас с вами еще слайдов 9, наверное, вот, сидим уже час. Полезно, да, сидим дальше, силы есть дальше обучаться? Поставьте плюсики, могу отложить на следующую тему, да, потому что тема сложная, я не могу вам описать ваш рост без того, чтобы вы понимали, что такое построение. Я не могу перепрыгнуть, объяснить, и я пойму, что вы ничего не поймете, поэтому я решила поэтапно все, чтобы вам было понятно. Да, смотрите, значит, выплаты, я думаю, вам понравились, да, и вы теперь понимаете, как строить структуру, вы теперь понимаете, где выгоднее, где невыгоднее, вот. И, конечно, если вы научитесь правильно запускать свою первую личную веточку отдельно с нуля от своего директора, то и остальные у вас быстро начнут развиваться. Как правило, все растут одинаково. Все, вот тот, кто научился запускать первую ветку, у того пойдет и вторая, и третья, и пятая, и двадцатая. Пойдут все одинаково, да. Ага, хорошо, девочки, полезно, очень рада, потому что я опять залезла глубоко, боюсь вас перегрузить, да. Далее, значит, самое главное в веточке, да, запомните сейчас, это созвоны, мотивация, похвала, умение лидера просто себя показать и сказать, что я рядом, я рядом, если что, вот я тут, вот я никуда не делся. Все, больше вам ничего не нужно делать, да, в созвонах с веточками. Там вы уже можете решать, у кого что-то не получается, лидеры начинают друг другу советовать, а вы просто сидите, слушаете и изредка вмешиваетесь, да, потому что лидеры, созвон с лидерами, это круто, это классно, это вообще здорово. У каждого свое мнение и находятся сотни выходов из сложившейся ситуации. Да, какие могут быть ситуации? Мало рекрутируем, маленький процент активности у людей, да, допустим, каждый десятый делает заказ, это ужасно, да, мы с вами должны понимать, да, что что-то делается не то, да, и начинают лидеры друг другу советовать, потому что их рост зависит друг от друга, да, в этой ветке, и очень даже хорошо. Вот, значит, что нам не хватает самое главное, как лидера, да, в общении с нашими новичками, это общее, да, это анализ общий всех, нас, вас, всех, да, вот. Вот, во-первых, нужно уметь, мы не всегда умеем делать акцент на правильности выбора лидера, которого мы будем обучать. Что это значит? Есть лидеры, которые постоянно ноют, ругаются, склочничают, и вот мы его успокаиваем, успокаиваем, а какая-то умничка рядом бьется, барахтается одна и боится вас отвлечь. Вот это вот нужно понимать, что самое главное, приоритет, это, конечно, умнички, красавицы, которые, вот, у меня есть на очки приходят, сразу клипы снимают, планерки ведут, сразу снимают там про стартовую программу, про все, знаете, начинают проводить, скидывают мне видео, Ань, я планерку провела, как провела ты на 3%, какая планерка, понимаете? Есть такие умнички, которые, вот, да, очень редко требуют внимания, но если их направить, у них будет намного лучше рост, да, но обычно мы больше всего обращаем с вами внимание на склочных орунов, которые любят в личку поверещать, поорать, поныть, все время говорить, как у них плохо, 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 да, и вот и сами вместе с ними вянем, да, в итоге. Я таких людей, да, то есть 3 раза успокоила, на 4 я уже успокоить не буду, я так и говорю, я сделала для тебя все, что могла, я по-другому не умею, я научила тебя тому, что умею я, большему я не умею. Прости, пожалуйста, не расти. Кто-то понимает, что на самом деле есть результат, и меня можно послушать, а кто-то думает, что, о, все, меня бросили, да, и уходит с проекта. Но если вы сделали для человека все, я обычно человеку так и говорю, что я исчерпала свои возможности, я исчерпала свои силы, больше мне сказать тебе нечего. 40 вебинаров в каталог, лидерское сопровождение, директорское сопровождение, сколько планерок, сколько всего, и лидер все равно ноет, и ничего у него не получается, это уже просто, извините меня, каково ваше мнение на таких людей, напишите мне, пожалуйста. Когда лидер не имеет результата и только ноет, кто это такой? при нашем-то обучении. Да, я считаю, что, да, лентяй, я тоже так считаю, что вампиреныш, вот, Кать, да, лентяй. Я считаю, что вот на самом деле, вот, да, не лидер, да, не лидер, правильно, Валентина помягче, да, вот, да. Далее, значит, мы пытаемся, вторая ошибка, что нам не хватает, это научиться лидеров не жалеть, не отодвигать их от трудностей, это очень важно. Потом, не разговариваем никогда на тему, почему не получается рекрутировать, вот, это очень важно, да, вот, не выясняем, сколько страничек у наших лидеров, которые жалуются, что у них не получается, сколько делаем охват людей, да, нужно выяснять, обычно люди, которые жалуются, что у них нет рекрутинга, очень редко, на самом деле, делают охват, который рекомендуется на вебинарах для новичков. Далее, если у человека идет большой охват людей, лидеры, скорее всего, даже не знают, как с ними поговорить, чтобы у них начало получаться. Вы знаете, что ответить человеку, который много рекрутирует, много регистрирует, но выхлопа ноль? Если знаете, ответьте мне, пожалуйста, я хочу обратную связь, не знаете, минусуйте. Так, все устали, да, минусики пошли, да. Вот, смотрите, обычно, если лидер делает все, но вы его спрашиваете, созванивается ли он со своими новичками, что он знает о компании. Не просто что-то, да, вот, что ты знаешь, да, а чтобы он перечислил вам то, что он знает, чтобы он сказал вам то, что он знает о компании, вам рассказала, вы бы посидели послушали, да, вот, далее, значит, да, может не звонит после регистрации, я тоже раньше не звонила, и я вам честно скажу, в первые два каталога я привела собственноручно на проект 54 человека, трое из которых сделали заказ, да, я четвертая. У меня это есть статистика, она подтверждена скринами, я могу вам ее распечатать, показать чат-то плейдеров, я тоже начинала, как и вы, со своих ошибок. У всех разные ошибки, я не говорю, что у вас такие же ошибки, как и у меня, у вас свои, у меня были свои, ошибки, да, я вам сейчас вот рассказываю как раз про то, что, что не хватает людям, которые, да, то есть я начала слать вебинары по продукции, я начала рассказывать в чат о продукции, я начала просить рассказывать во все чаты о продукции, я начала просить не отделяться в отдельные чаты по продукции, в отдельные чаты по раскрутке и так далее, и рост возобновился, рост стал лучше, когда лидеры перестали отделяться в разные кучки, я наложила прям строгайся строжайшая табу на то чтобы лидеры создавали свои чаты и не обслуживали их кидая там новичков да лидер создаст чат передумает работать и новички там и куда им в общий чат они не добавлены ничего или директор создаст чат я а у него то есть объявление в вебинаре то нету объявления вебинара новички отрезаны от информации да то есть вот когда мы начали все эти мелочи собирать в одно единое мы поняли что нужно строго на строках запрещать создавать свои чаты пока директор не стал драгоценным нам пока директор твердо не стоит на ногах оль ну ты уже ты уже это серебро мы тебя ждем на серебре давай я тебе накаркаю мне приснилось ты сегодня что ты посеребрела вот поэтому давай тебе уже можно ты ты чувствуешь что ты чат тянешь вот поэтому да ты чувствуешь что ты чат тянешь те кто не тянут чат не создавайте отдельный чат это убийство для роста и на самом деле вот значит далее значит не обговариваем с активными людьми приоритеты одна регистрация в день и не обсуждаем накопительный эффект об этом тоже чуть позже мы поговорим да и мы все с вами обязаны просто знать закон да такой закон парео я бы так сказала из ста процентов действия паре то извините и ста процентов действия а только 20 процентов придет к желаемому результату да то есть мы себя не жалеем сами не надо себя жить не надо вы идете на хорошие выплаты на хорошие бонусы вы идете на благосостояние свое своей семьи вы в итоге получите очень хорошо и очень много да а люди за полгода уже выходят на те деньги которые они по найму не зарабатывают если работают да поэтому вот этот вот закон паре то это на самом деле так что 80 процентов работы вы делаете зря но как зря вы приобретаете опыт опыт общения да есть люди которые пришли пообучались по потянулись из вас нервы и ушли вот я сейчас имею ввиду именно таких людей которые вот на самом деле забирают бесполезно на ваш взгляд у вас время да они забирают как вам кажется что бесполезно но на самом деле вы приобретаете очень хороший опыт общения который как раз таки бесценен каждый лидер в нашей команде даже если он пришел поработал ушел он должен быть для нас ценным это опыт общения нам поняли поставьте пожалуйста плюсики дорогие лидеры да то есть посмотрите как делать акцент на правильности лидера да то есть мы с вами работаем с активными да а не активных мы просто спрашиваем как у них тела это очень важно потому что не активных на не активных мы не концентрируем свое внимание никогда да то есть не активных у нас что не активных мы бомбим да бомбим рассылкой для зарегистрированных бомбим письма красненькие желтенькие рыженькие так далее да а потом значит мы их переглашаем через сообщества на вебинары им так и так эти сообщения приходят сообществе если они хотят они могут это почитать так ведь а потом значит что мы еще делаем мы всегда отвечаем на все их вопросы если вдруг они нам вопрос этот задали в скайпе но мы их не достаем не хотят пусть не работают я лично вот так отношусь к неактивным людям да и изредка спрашиваю как дела могу вообще не спросить до меня не теребят я не тереблю я концентрируюсь только на тех кто меня теребит я очень люблю людей которые меня теребят очень люблю и я вам честно признаю что я коли в начале да до уровня рубина я теребила так что он ведь я вздрагивал когда в скайп пищал потому что на самом деле мой натиск как лидера да с кучей вопросов выдержать было на самом деле сложно поверьте вот дальше что пойдемте с вами дальше да значит а вот эту тему я хочу развить поподробнее что мы пытаемся новичков оградить от трудностей да а часто когда мы созваниваемся с лидерами они пытаются как-то вот приуменьшить например критерии входа для аэр критерии входа для получения рекрутингового сайта до получения или там выводим вместо того чтобы рассказать о вип привилегиях мы выводим новичка на минимальный заказ это сделает не сделает сидим переживаем да то есть мы сами желаем меньшего и к нам мало и приходит поняли фишечку да к нам мало приходит из того что мы желаем меньшего сами себе и своей команде да вот и тут самое интересное что лидерам не нужно давать делать какие-то поблажки и это огромная ошибка делать поблажки кому-то да похвалить да но не поблажки что бизнес ваших лидеров никогда не пожалеет а всю жизнь за них что то делать тоже не сможете вы просто устанетесь вы выдохнетесь вот значит человек который вырастает на трудностях поймет что такое рост и он да самое главное то что зарыто очень глубоко самостоятельный лидер может легко научить своих новичков растить структуру не самостоятельный не научит да вы должны это понимать не самостоятельный сам не знает что ему делать вот чем разница далее значит определитесь каких людей вы хотите в свою структуру тех которые боятся трудностей или тех которых нужно бесконечно защищать от трудностей да я думаю ответ очевиден да первый или второй вариант дорогие коллеги тишина такая тяжелая тема да скажите мне честно тяжелая тема для вас надо было на два поделить да интересно тяжело да тяжело воспринимать нет тяжелая да я чувствую вам тяжело я чувствую ну давайте сейчас с вами пройдем если что вы посмотрите запись вот давайте уже раз я начала я доделаю но потом конечно вы сможете пересмотреть ее в любое время какое вам захочется да вот тем это хорошая но я чувствую что вам тяжело я чувствую далее значит а мы никогда практически никто не разговаривали темы почему не получается рекрутировать кто разговаривает со своими новичками на тему почему не получается рекрутировать кто нибудь разговаривает кто нибудь разговаривает поставьте плюс говорю минус не говорю не вот очень это интересно да они то есть не выясняем сколько страничек сколько делаем охват людей и так далее говорим да супер супер а значит дорогие коллеги дорогие топ лидеры дорогие директора нужно ясно четко для себя выявить какие проблемы есть у вашего на человека и что ему мешает получать желаемый результат честно не со всеми я тоже не со всеми у кого получается рекрутировать я тоже не звоню да то есть те кто жалуются что у меня не получается мы обычно звонит антон звонит антон и начинает читать лекции да вот мало страниц делают да то есть позвонить выявить да а для этого да с человеком мы созваниваемся и уже голосом спрашиваем что он делает как он делает просмотреть рабочий стол проверить наличие страничек вы знаете у меня был случай я не буду называть фамилию на лидер меня то ругал то материл то еще что то три даже таких было лидера 33 и в чатах и в личку и всяко всяко было да я говорю давай я набрала лидера показывай свой рабочий стол а не покажу я бы слушай давай будем учиться рекрутировать включай рабочий стол дай давай демонстрацию экрана включила она она на тебе да я смотрю а там нет страничек а где странички вот это 2 хромика это твои странички да у меня там по 4 штуки в бита а вк заморожены да остается 6 а в фейсбуке я грудь и твоя переписка какого последнего числа была твоя переписка переписки нет пусто просто для вида странички создан есть ты сказал создать я создала а то что с них надо работать то это будет когда мне говорить вроде бы я выдаю моё ну до детства доходит да уже вот и я вам хочу сказать что иногда вы будете просто шокированы поведением тех людей которые с вас могут сосать энергию а сами ничего не делать вот поэтому обезопасьте себя звонок это экономия вашей энергетики экономия вашего времени поверьте это звонки если не получается рекрутировать они работают очень хорошо и тот кто не идет с вами на созвон но жалуется тем более ничего не делает тем более ничего не делает когда я говорю я тебе позвоню ты включи мне демонстрацию экрана и я посмотрю что ты делаешь он отказывается этот человек это говорит о том что он ничего не делает иначе бы он не отказался понимаете вот чем суть вот чем суть и это очень нужно понимать что нужно делать акцент на активных людях делать их самостоятельными но уметь выявлять активных людей которые не обманывают вас и которые на самом деле трудятся и которые на самом деле работают далее значит вы ведь обязательно тратил ли он много времени на людей которые бесполезны в этом бизнесе да Тань их намного больше чем нормальных честных классных лидеров да и ну я не знаю вот у меня даже ощущения такие порой бывают что вот я к примеру я чувствую человека что у меня в команде таких минимум но они прям как пиявки сосут энергию сосут время но не делают должный охват одно дело когда человек на самом деле работает у него не получается а другое дело когда человек часами ежедневно тратит ваше время для того чтобы поныть хотя эти часы надо тратить на рекрутинг тут конечно нужно задуматься если у человека откуда у него столько времени да почему у меня столько нет вот вот что надо думать вот чем надо смекать и уметь таких людей от себя подальше отшивать вот да то есть говорить что я все для тебя сделал больше вариантов для работы у меня нет да да они кто то скажет плохой ты наставник раз научить не можешь да я плохой наставник да я умею только то что я умею все рассказала больше вариантов нет я так и говорю ну потому что если человек не делает зачем давайте дальше значит если человек переписывается да то есть он переписки часто спорить занимается очень сильными доскональными там переманками из других компаний или пытается переубедить кого то да то то есть грубят там они друг другу еще что то да ну во первых это все может грозить забаном странички мы с вами это понимаем и нельзя рисковать там еще что то да ждать что человек ответит при рекрутинге да тоже такая вот ошибка да у новичка новичок написался и ждет что ему ответят а ему не отвечают а ему не отвечают вот он ждет по полчаса ходит проверяет компьютеру ответили нет сделали 300 ватт а потом пошли на первую страничку смотреть то вам что ответил вот как надо да то естьutlich risekk по стимикой автомобиль доработаем работы пока человек ждет пять минут за пять минут можно уже там картинок отправить даст 3 страниц далее значительно он то есть мы рекрутируем вот зможем bn опять-таки каким образом давайте мы берем количество мал blev andra быстро раскидываем идет картинки похоже по споков щепок забанили мы снова создаем опять рекрутируем У нас нет такого, мы даже сейчас странички не крутим, мы по-быстрому начинаем рекрутировать, но у нас, конечно, фотографии с чеками стоят, с чеками. Мы на все странички ставим желательно чек, где мы в Шри-Ланке, еще где-то. То есть, если вы куда-то ездили в отпуск, ставьте такие вот фотографии и как можно больше. Далее, если человек, на ваш взгляд, все делает правильно, то тоже можно выявить проблему, что эта проблема идет из его головы. Плохое настроение, неуверенность в себе, неуверенность в компании, это тоже надо вычислить. Вычисляем, да? То есть, обычно мы отправляем человека смотреть фильм «Секрет». Тот, кто говорит, что я смотрел, я говорю, смотри еще раз, обязательно. Бедный папа, богатый папа, квадрант денежного потока. Джон Кеха, подсознание может все, книжек классных куча. Они перевернули мое мышление, почему они не могут перевернуть мышление моих новичков. Они не перевернут мышление только в том случае, если их не дочитать или не начать читать просто. Книжки на самом деле путные, классные, хорошие и они легко читаются, они легко слушаются в виде онлайн и всяко-разно. Далее, значит, отправили читать фильмы, смотреть книжки. Далее, может быть человек что-то плохо знает о компании, о проекте, еще о чем-то и не равняет ли он нас с пирамидой. Обязательно каждый наш новичок должен знать, что мы официальные, легальные, у нас белые прозрачные доходы, у нас куча патентов, собственный завод, собственное производство, куча наград. Наш бизнес передается по наследству и так далее. Это у вас должно все как от зубов отлетать. Выучите это и говорите каждому своему человеку. Далее, значит, не хватает передачи и введения структуры. Очень часто мы не передаем своим новичкам, какая у них будет структура, какие их шаги, да, как будет выглядеть структура, если новичок будет привлекать, допустим, по два активных человека в каталог, что его ждет, да, что его ждет. Вот это нужно обязательно все прописывать. Смотрим, да, кто узнал эти слайды? Я их даже не меняла. Это презентация активного роста, которую я ввела с 6% целый год. Никто не узнал, да? Очень хорошо, да, будут для вас новые информации. Раньше я это говорила на презентации по активному росту. Расчет ежедневного шага у меня был всегда таким. И я вам позже объясню, почему он у меня именно такой, а не табличкой, да. Вот, расчет ежедневного шага, прирост по баллам и личная работа. То есть, сейчас у вас слайд личной работы. Как вы видите, тут есть формула, да, чтобы стать директором за три каталога, вам нужен ежекаталожный прирост в 1000 баллов, да. Три каталога – 3000 баллов. Всем понятны расчеты, да? Давайте будем с вами дальше. Если учесть статистику, то каждый четвертый зарегистрированный делает заказ. Заказ, то есть, 1000 баллов, да, мы делим на средний заказ 20 баллов. И получается у нас с вами 50 человек. 50 человек мы умножаем на 4, потому что каждый четвертый зарегистрированный примерно делает заказ, да. И у нас с вами получается 200 человек. То есть, 200 человек мы с вами делим на 20 дней с каталога. И у нас получается 10 регистраций в день личных, да. Вот так вот круто надо работать, чтобы выйти на директора за три каталога лично своими руками. Да, лично своими руками. Если вы хотите выйти на директор за 5 каталогов, да, также берем средний заказ 20 баллов, да, то нам надо 120 человек. И, конечно же, мы должны регистрировать 6 человек в день лично, да. Если мы хотим выйти на директор за 15 каталогов или 10 с половиной месяца, мы должны рекрутировать 2 человека лично в день. Это расчет того, как лично, не имея команды, открыть звание директора. Фишку поняли? Не испугались? То есть, если вы будете работать одни, то у вас вот такой результат. Если вы будете работать со своей будущей структурой, если вы будете уделять время для обучения своих новичков, звать их на все проводимые школы, сами будете обучаться посещать все школы, вот тогда, вот тогда ваш рост будет более качественным, быстрым. Вы уже не будете волком-одиночкой в построении своей структуры, да, потому что у вас есть команда, да. Как вам тяжело было бы одному расти и как вам легко расти с командой. Это нужно понимать, вот эту разницу, да. Итак, видение структуры со своей командой. Первый каталог, да, вы начали активно работать в эти дни, да, у вас пока нет никого. Вы начали активно работать, начали получать по одной регистрации в день. У вас получается 21 регистрация в каталог, да, ну, понятно, что не все найдут в скайпе, не все будут готовы, не все сделают заказ, но это нормально, и мы с вами знаем, что по статистике каждый четвертый, да, вот, это закон Паретто нужно обязательно понимать, да. Да, если мы идем с вами по одной регистрации в день за каталог, мы найдем примерно 4 активных человека, работающих и так же, как и вы, да, это нормально, да. Кто-то из этих 4 еще потом уйдет, да, на 9-6% он сможет уйти, может и не уйдет, неизвестно, да, как бы он держать. Далее, значит, итог. Каталог, за один каталог работы в нашей структуре появится 5 активных людей, в том числе, да, они, активные люди, конечно же, уже делают заказы на 50 баллов, да, то есть мы умножаем 5 человек на 50 баллов, это товарооборот 6% уровня, да, вроде бы как за один каталог на 6% есть результаты лучше, круче, да, ну, понятно, что регистрируют не по одной регистрации в день, а по две уже, да. Второй каталог, ваша структура из 5 рабочих человек, да, вы, один вы и четверо рабочих, которых вы нашли в прошлом каталоге, да, 5, вас 5, вы не перестаете тоже рекрутировать, вы тоже не перестаете работать, регистрируют по 20 человек, каждый по 20, получается 120, но активных прибавилось всего на 20 человек, потому что каждый четвертый работает, да, примерно. плюс 5 с прошлого каталога, которые нашли вот эти 20, получается 25, да, итог, за второй каталог работы в вашей структуре появится 25 активных людей, в том числе и вы, и ваши регистрации, да, я думаю, понятно. 25 мы умножаем на 50 баллов, умножаем на 1200, равно 12, 1250 баллов, извините, да, это товарооборот уже 12% уровня. третий каталог, все то же самое, вуаля, 6250, это ваш результат с командой. Вот сейчас скажите мне, пожалуйста, напишите слово «понял», поняли ли вы, как ваша работа с вашей командой важна для вашего же роста, для ваших же выплат. и напишите, пожалуйста, задумывались ли вы раньше об этом. задумывались, да? Старый вопрос написала, ну ничего. Да, то есть, один в поле не воин, или один в поле воин, но очень долго, да, как вы поняли. Если вы хотите на самом деле крутой рост, вам нужно уметь зажечь своих людей на результаты, показать им выплаты, научить их считать. Да, научить их считать, чтобы они понимали, на каком процентном уровне, они сколько будут зарабатывать и что их ждет. Вот мы лидеры, мы директора, мы все будущие директора, и мы должны быть готовы стать директорами. Мы должны готовы вести людей на результат, который на такой результат, чтобы человек на сцене, чтобы ваши лидеры были счастливы, безумно счастливы, да? Вот, смотрите, товарооборот старшего директора даже с перебором получился, да, по вот этим вот расчетам, да? И тут, дорогие коллеги, вот эти 6250 оборот, мы не считаем тех, кто пришел покупать. А это значит, товарооборот будет значительно больше. То есть, подсчеты некорректные были с самого начала, да? Мы брали только работающих лидеров. Да, ну вот, значит, картина вам в голове, обязательно, да, картина в голове, обязательно понимайте, да, и обговаривайте со своими активными лидерами приоритет 1 регистрация в день. Теперь вы знаете, как он важен, и как важно вам работать с вашей командой. Причем не важно, кто зарегистрировал вашу команду, вашего рабочего активного лидера, ваш наставник, ваш новичок, или новичок вашего новичка, или вы сами. А все лидеры в вашей команде, это ваши лидеры, лидеры вашей структуры, да? Значит, 1 регистрация в день, и подстраиваемся под себя, потому что не все делают 20 баллов, не все делают 50 баллов, многие умеют преподнести акцию по ВИПу, да, многие умеют выводить человека на заказ на 100 баллов, а все вы знаете, что у нас очень много ВИПов на проекте, и все довольны иметь ВИП статус. ВИП это, ну, круто, это дополнительные привилегии, там много, много на самом деле, а всего, что, ну, это очень экономно, да, вот, конечно, доносим своим новичкам, и также им можете вот это все расписывать. Итак, далее, значит, нужно уметь обсуждать накопительный эффект для своих лидеров, да, хотите, поставьте плюсики, я проведу вебинар «Накопительный эффект», у меня есть презентация старая, год назад создавала, я ее переделаю под более современную, и проведу новичкам вебинар «Накопительный эффект», ага, ну, давайте, хорошо, влезу куда-нибудь, да, вот, значит, что хочется сказать, нужно уметь обсуждать с лидером накопительный эффект, когда лидер говорит, ко мне никто не идет, у меня никто не работает, что мне делать, а, помогите, да, у всех такое было, я думаю, что у всех. А что у нас с вами получается? Мы говорим, что в рекрутинге есть накопительный эффект. Нормально, что первые два дня нет регистрации, да, первый день охват делаешь, второй день охват делаешь, на третий день за первый день пошли реги, перестала делать, да, охват людей, все, реги прекратились, опять надо заново несколько дней рекрутировать, как будто бы в пустую, но накопительный эффект есть в рекрутинге, да, мы с вами понимаем. Если мы рекрутируем постоянно, да, допустим, мы целый месяц рекрутировали каждый день по 300 человек без перерыва, да, вот рекрутировали, да, ну, как без перерыва, воскресенье, выходной, да, делайте себе обязательно. Порекрутировали, и у вас еще неделю будут идти то там, то тут одна-две регистрации, так, через день, каждый день, да, и так далее. Они у вас потом, раз, резко прекратятся. И чтобы у вас также на автомате вшли регистрации одна-две в день, вам нужно снова рекрутировать целый месяц, да, думаю, вы это понимаете. Далее, баллы. Растет команда, растут баллы, растут выплаты. Это тоже нужно понимать, да, что на 15% лидер совсем другие деньги получит, нежели на 6%, и все мы начинаем с нуля, и нужно это лидеру, просто ему обязательно объяснить, что мы все, все до единого начинаем с нуля, и нету того, кто с неба упал, да, на генерального партнера. Нету никого. Все снизу идем. Далее, значит, закон Паретта, это из 100% действия только 20% приведут к желаемому результату. Не жалейте себя, не нойте сами перед собой, будьте сильными. Это очень важно. Будьте сильными, и знайте, что у вас есть цель, вы к ней идете. Смотрите, это сейчас я вам как раз-таки показываю свой путь. Компания 16, видите, 0 баллов, и никто у меня не сделал заказ. Значит, смотрите, компания 17. Вот как раз в компании 17 у меня уже было 54 человека в структуре, и только четверо из них сделали заказ. Плюс я, плюс я, то есть трое мною зарекрутированных, и я сама сделала заказ, и я вышла всего лишь на 92 балла. То есть я за полтора каталога работы даже на 3% не вышла. Понимаете? Не важно, как вы стартуете. Я очень много просто осмысливала, очень много понимала, что почему мне не делают заказы, почему это, почему-то. Я начала искать ошибку в себе, да, когда из 50 заказ делаю четверо, это очень мало, это очень плохо, да, это каждый десятый, активность каждой десятой, это нужно понимать, и нужно искать в себе ошибку, а не говорить, я делаю что-то не так. Походите на вебинары, посмотрите, что нужно сделать, чтобы поднять товарооборот. Это очень важно. Давайте дальше с вами поедем. Да, и вот как раз предпоследний слайд, это как раз таки вот эта вот выплата моя, да, мы с вами ее уже посмотрели, я думаю, мы с вами ее пролистнем, и, конечно, вот сейчас я вас удивлю, очень сильно удивлю, потому что я выросла по своим вот этим вот расчетам, да, то есть оборот 200 тысяч баллов мы сделали именно по этим расчетам, которые я вам показывала на зеленых слайдах, то есть только на них, только на них я никогда не планировалась. Я ставила приоритет регистрации, я ставила приоритет приток лидеров в команду, я ставила приоритет обучение лидеров и ответственность за них, да, ответственность за них, но тут есть тонкая грань. Я не забывала про то, что ко мне приходят взрослые люди, да, нет у нас детей на проекте, все приходят взрослые самостоятельные люди, да, то есть нужно иметь вот эту вот грань, и не позволять на себя вешать ноги, свешивать ноги. Тот, кто на вас пытается постоянно свесить ноги, это уже воспитывайте этого лидера, или скидывайте его с себя, не позволяйте на себе висеть, не позволяйте, да, то есть и вот я вас хочу сейчас очень удивить, очень шокировать, я никогда практически в этом никому не признавалась, это такая моя тайна, потому что все очень любят планироваться, а я никогда не планировалась, я ни разу не распланировала ни одного новичка. Честное слово, я никогда не планировалась, и более того, планирование для меня, лично для меня, это очень сильный вред и грубая потеря времени. Я считаю, что планирование мне вообще не нужно, и не нужно моей команде. Нужны приоритеты. Сколько не планируйся, приоритет нужно уметь выполнить. А план, табличку составить может любой. Я вот такая, да, кого я шокировала, да, поставьте плюсики-минусики, но вот это я твердо понимаю, что планы мне и моей команде, они вредны. Далее, значит, нельзя никогда бояться выходить за рамки желаемого, вот, и потому что не все преграды у нас с вами в голове. В природе рамок нет. Тоже не планируемся, да, нет смысла, нужно не планироваться, а делать, да. Одно дело, не планируемся, но расставляем приоритеты, а другое дело, не планируемся, не расставляем приоритеты и так далее. То есть приоритеты должны расставлены, быть четко. Если у вас нет приоритета, то и нет плана, то это плохо. Что-то одно должно быть. Да, что-то одно должно быть. Или, или, если нет и того, и другого, то это медленный рост будет очень. Лидеры не видят, куда идут вообще. Да, значит, железный, наижелезнейший приоритет учить каждого своего новичка и добиваться, чтобы он научился делать одна регистрация в день, да. Выставлен быть, должен быть себе и своим новичкам. Все. Работа заключается в умении обучить рекрутингу и в умении научить обучать новичков. Все. Это все легко. Постоянство, позитив. Вот мои четыре личных кита. Вот мое громкое такое признание. Да, я, скорее всего, на самом деле вас шокировала, потому что я ни разу не планировалась и не планировала своих лидеров. Никогда не планировала и планировать не собираюсь. Вот. Значит, мой бизнес стоит вот на этих четырех китах. Приоритет железный. Работа в умении обучить рекрутингу. Постоянство и позитив. Постоянство, да. То есть, я все время в сети, практически все время. Да. Меня на всех не хватает. Кто-то думает, что я уделяю ему мало времени, психоатругается. Я прошу входить в положение. Да. Я прошу входить в положение и ждать, пока я всем отвечу. Далее, значит, я с 6%, дорогие коллеги, на самом деле поняла, что людей надо обучать и вела вебинары по одному, по полтора часа через день. Я вела вебинары по активному росту. Да. То есть, обратите внимание, что я вела вебинары очень сложные. По рекрутингам, по лидерскому сопровождению, по еще чему-то. Да. Я создавала систему. Я вела вебинар и я еще успевала рекрутировать. Я круглосуточно с головой окунулась в бизнес. Я росла. Я работала так, что прям вообще, да, волосы назад, грубо говоря. Почему? Потому что меня это зажгло. Я видела результат. И, вы знаете, я очень довольна своим результатом. И желаю вам тоже такой результат поиметь. Да. И чтобы каждый из ваших ничков тоже такой результат имел. Вот. Желаю вам обучаться у людей, у которых есть рост, у практиков. Желаю вам, не желаю вам обучаться у теоретиков, которые гребут за эти деньги. Да. И которые не желают вам роста. Желаю вам обучаться только у тех, у кого есть результат. И слушать только тех, у кого есть результат. И кто вам этот результат дает бесплатно. То есть своего наставника. Только наставник, ваш наставник, заинтересован в вашем росте. Потому что чем больше зарабатываете вы, тем больше зарабатывает ваш наставник. Не доверяйте никаким там платным обучалкам через интернет и так далее. Да. Сейчас я вам хочу сделать объявление, что я каждое воскресенье буду отсутствовать прям с утра до самого вечера. Сайты я буду заливать директорам по вечерам. И очень хочу много вопросов. И потом в конце задам вопрос свой. Скажите, пожалуйста, на следующей теме какую тему вы выбираете? После директорский маркетинг план. Как запустить и подружить свою веточку? Или как все успеть? Какой вебинар вы хотите? Так, я уезжаю пятого. Ой, погодите. Я уезжаю восьмого. Приезжаю двадцать второго. Следующий вебинар будет двадцать пятого февраля. Двадцать пятого февраля будет. Третье. Как все успеть? Давайте большинством. А, второе вот, да? Третье. Три, два и один. Да, давайте с вами проведем вебинар. Как все успеть? Я с вами поделюсь тем, что я... Как я экономлю свое время? Как у меня все получается? И все. Три в одном нет. Дорогие коллеги, вы знаете, что я люблю тему доставать досконально. Эти темы я беру из своего сердца, из своего ума, из своей головы. То есть, я этот вебинар составляю неделю целую, порой две недели. Я могу вебинары переставлять местами. Вы, наверное, это замечали, что я обещаю одну тему, но я чувствую, что она не готова. Я передвигаю, делаю другую тему. Я вам хочу сказать, что это все из моей головы. Я это не беру ниоткуда. Слайд зелененький. Хорошо, в чат топ-лидеров вышлю вам зелененькие слайды. Преображу их в JPEG и вышлю вам слайды. Вам нужны слайды? Танюш, я вышлю только зелененькие, да, вам выслать? Только зелененькие, да? Хорошо, только зелененькие вышлю.